Супружеские пары участвовали у монумента матери-покровительницы. В Чебоксарах там прошел праздничный концерт. 50 лет назад он работал киномехаником, она училась в УЗИ. Первая встреча стала судьбоносной. Их любовь прошла испытания временем и стала еще крепче. Смотрю, он нас с девочками, с моими подружками бесплатно пускает в кино. Оказывается, он на меня глаз положил, вот он в армию ушел, я его ждала, а потом в 9 мая пружинились. Супруги Латвановы отметили бриллиантовую свадьбу. Более 60 лет они счастливы вместе. Говорят, что в крепком семейном союзе главное взаимоуважение. Дружба, понимание. И любовь, самые главные. Да, и любовь. Ей будет 10 октября 90 лет. 90 лет. Вот она как выглядит. Здесь у каждого своя богатая история семейного счастья. Медали за любовь и верность глава региона вручил 45 супружеским парам. На награде изображены лики святых Петра и Февронии, русских покровителей семьи. В этом году столица республики стала одной из площадок масштабного праздничного марафона наряду с Муромом и Москвой. Вы получите от имени по поручению президента фонда социально-культурных инициатив Светланы Владимировны Медведевой поздравить вас с замечательным народным праздником. Именно благодаря нашим крепким семьям сохраняются традиции многонационального российского народа. То, что передано нам старшим поколениям, позволяет нам отличать добро от зла, хорошее от плохого. Служит нам ценностным ориентиром всю нашу жизнь. Михаил Игнатьев отметил, что в республике к семейным ценностям всегда относились бережно. Наш чувашский просветитель Иван Яковлевич Яковлевич говорил очень мудрые, но очень значимые слова. Он говорил, крепкая семья – это основа общества и государства. Вот это по тем временам были актуальны эти слова, и по сей день еще на веки веков эти слова будут актуальными. Процессы глобализации очень много делаем для того, чтобы сохранить и укрепить эти ценности. Под занавес праздника концертная программа. Звезды российской и чувашской эстрады исполнили песни о любви и семейном счастье. Дмитрий Ковалев и Борис Андреев. Республика.